Привет, друзья! Сегодня у нас с вами супер актуальная тема в рамках происходящего на данный момент в мире этого странного коронавируса и карантина, поэтому мы все с вами, можно сказать, в заточении. И это прекрасный период для того, чтобы заняться самообразованием, спортом, например, в домашних условиях, бытом, организацией дома, ну и, конечно же, продумыванием своего домашнего гардероба. Если до этого у вас не доходили руки до того, чтобы распланировать свой домашний гардероб и привести его в порядок, то сейчас прекрасный для этого момент. Сегодня я сделала для вас подборку из магазинов этой вещи, которые можно купить на данный момент. Я надеюсь, что вы успеете, потому что на некоторые из этих позиций, на тот момент, когда я их отбирала, уже была маркировка «Успей купить», то есть их не так уж и много, но в любом случае к моменту публикации данного видеоролика я проверю, что уже купили и оставлю вам какие-то альтернативные ссылки на похожие вещи для того, чтобы вы все-таки могли что-то приобрести. Но для начала я вам расскажу, в принципе, про несколько концепций, то есть формул, которые можно использовать в своем домашнем стиле в зависимости от вашего телосложения, от вашего образа в целом, от вашего имиджа, да, то есть это может быть какие-то более женственные комплекты, могут быть более спортивные и расслабленные, на это скорее влияет ваш психотип. Но я расскажу про все варианты, а потом немножко пройдемся по вещам, которые я для вас отобрала. Итак, есть четыре ключевые формулы для домашнего стиля, которыми можно воспользоваться. Первое. Это, конечно же, пижамы. Это брюки плюс рубашка, либо брюки плюс футболка. На что обращать внимание, когда вы выбираете для себя пижаму? На мой взгляд, лучше всего смотрятся пижамы с классическими принтами, либо вообще однотонные. При этом, в том, что касается состава ткани, конечно, самым комфортным будет хлопок, либо, если это не натуральная ткань, то пусть она будет максимально тоже приятная, тактильна для вас, чтобы вам было комфортно в ней чувствовать себя, чтобы вы чувствовали себя свободно. Ну и, например, это еще может быть шелк, если вы любите такие роскошные варианты, роскошные материалы. И, в общем-то, тоже такая базовая позиция в гардеробе, которая вполне имеет место быть. У меня есть одна шелковая пижама, я ее одеваю по настроению, по случаю, потому что, конечно, для каждодневной носки по дому мне ее жалко. Она стоила достаточно дорого, я ее покупала в Минте Миссиме. Еще у меня есть две пижамы из магазина Ойша. Это голубая пижама с рубашкой из хлопка и белая пижама с рубашкой. Это в том, что касается моего личного домашнего гардероба. И потом я еще скажу про пару позиций, которые еще у меня есть, когда мы перейдем к формуле номер два. Итак, формула номер два. Это платье. Что я подразумеваю под домашним платьем? На мой взгляд, самая лучшая концепция и вообще идея – это не искать домашнее платье в магазине домашней одежды. В конце концов, какая разница, где вы его купили. Что касается меня, у меня есть домашнее платье, абсолютно простое, даже не платье, а сарафан, которое я покупала в прошлом году в Манго. И ношу я его именно дома. Обычный белый минималистичный сарафан. Когда холодно, я его еще дополняю шерстяными носками и смотрится очень мило, очаровательно и красиво. В том числе можно искать платье для себя в любых других магазинах. Единственное, что, опять-таки, смотрите, чтобы это был натуральный состав, например, чтобы это платье подходило вашему типу фигуры. И я считаю, что платье очень очаровательно смотрится дома, может быть, даже в некоторых случаях лучше, чем на улице. Ну или, по крайней мере, если летнее платье мы можем действительно носить на улице только в летний сезон, то то же самое летнее платье мы можем носить круглый год у себя дома. И тогда получается, что эта покупка будет для вас просто суперфункциональной, потому что вы можете ее использовать и так, и так. Хотя кто-то сейчас скажет, что никуда не годится использовать домашнюю одежду для улицы. Но я, например, к этому так не отношусь и считаю, что в некоторых случаях можно таким образом тоже поступать. Следующая формула – это футболка, объемная футболка, и в том числе это может быть платье-футболка, которое мы носим с леггинсами. Какие леггинсы выбрать для дома? Трикотажные. То есть спортивные леггинсы с эластаном из спортзала для дома не подойдут, в них будет некомфортно. Но только в том случае, если, я не знаю, вы как-то активно проводите свой день, там, не знаю, занимайтесь уборкой или тренировкой у вас дома, тогда окей. Во всех остальных случаях более комфортные будут леггинсы из хлопка, из трикотажа. В них будет и не жарко, и очень уютно передвигаться по дому. И при этом сверху у вас может быть просто оверсайз-футболка. Например, я покупала для себя в H&M на несколько размеров больше, и беру всегда такой комплект в поездке, если уезжаю с границы, ухожу так в номере в отеле. Могу носить просто объемную футболку, длинную, могу носить ее с лосинами, если мне так хочется. И последняя хорошая концепция, это всевозможный трикотаж. Ну, как правило, это больше подходит для осенне-зимнего сезона, когда дома может быть прохладно. Но у меня, например, такого не бывает, поэтому я дома такую одежду не ношу. Но при этом, да, это могут быть какие-то трикотажные джоггеры, например, комфортные, да, и толстовка. Или, допустим, это может быть костюм трикотажные кюлоты с трикотажным свитером. Это тоже выглядит симпатично, уютно и комфортно в носке. Что ж, давайте теперь перейдем к той подборке, которую я сделала для вас сегодня. По каким принципам я выбирала вообще эти вещи? В целом у меня в подборке больше всего будет платьев. То есть я их подбирала на свой вкус, и я сразу же маркировала на сайте натуральный состав. Практически все эти вещи из натуральной ткани, это хлопок и лен, буквально за исключением пары каких-то позиций. Ну что ж, мы начнем с вами с платьев, и, простите, я буду держать телефон, потому что я здесь сделала скрины, и по ним как раз буду вам описывать, ну а у вас картинки, соответственно, идут на экране. Первое платье у нас это вот такое фисташковое платье-рубашка. Платье-рубашки очень комфортное в целом как для использования на улице, особенно на курорте, особенно в жаркую пору, и также прекрасные и удобные они и для домашнего использования. Следующее платье-рубашка просто прекрасное, на мой взгляд, для дома. Его можно носить в самостоятельном виде, и поскольку оно достаточно короткое, то также его можно носить с леггинсами. Платье-рубашка в черном цвете, прямое по покрою, в чем его прелесть, что оно есть не только для стандартного роста, но еще и для высоких девушек. Также есть линейка Петит, также есть линейка для Плюс Сайз, и даже есть линейка для беременных, поэтому тут можно практически, каждый может для себя найти подходящую универсальную модель этого платья. Дальше следующее, очень красивое платье-сарафан в полоску. Это платье, насколько я помню, изо льна. Оно, видите, длинное, при этом за счет того, что оно на запахе, это подойдет большому количеству типов телосложений. И плюс, конечно, состав прекрасный, поэтому дома должно быть суперкомфортно. Ну и в том числе, если, например, вы не хотите носить дома, то я рекомендую к нему присмотреться, в том числе и в качестве вашего будущего летнего кардероба. Я надеюсь, что летом нам уже можно будет выходить на улицу. Следующее платье опять платье-рубашка в коричневом цвете. Мне очень понравился цвет, это платье на поясе. Оно прекрасно подойдет всем, у кого акцентированная талия. То есть, если у вас фигура типа груши или песочные часы, для вас это платье будет просто идеальным. У него тоже натуральный состав, поэтому обратите внимание. Еще одно платье тоже в фисташковом красивом цвете, тоже на запах, с тонкими бретелями и также с акцентом на талию, потому что на талии идет такая завязка. Платье длинной мидии, также с натуральным составом. Еще один очень интересный вариант, это, конечно, такой вариант не для всех, но я, например, иногда люблю дома производить какое-то подобное впечатление. То есть, например, я никогда, скорее всего, так не пойду на улицу, но для дома вполне возможно. Это платье из трикотажа, оно полностью обтягивающее. Если у вас хорошая фигура, хороший рост, то совершенно точно можно такое платье для себя приобрести. Не знаю, насколько такая концепция будет комфортна, там в плане того, чтобы, конечно, поиграть с ребенком не получится. Но, например, вечером поужинать с мужем и посмотреть кино, не знаю, и вообще вечером ходить в таком виде дома. Дома, по-моему, это смотрится очень красиво, и я вообще за то, чтобы дома не быть постоянно с гулькой, да, и в растянутых каких-то вещах, а все-таки дома тоже можно наряжаться. Вот это платье очень красивое. Единственное, что, к сожалению, очень мало размеров. На данный момент осталось всего пару маленьких размеров и пару больших размеров. Но вдруг это вам подойдет, вдруг вы миниатюрные или, наоборот, у вас размер плюс сайз. Очень рекомендую присмотреться. Безумно красивая модель, минималистичная, в черном цвете. Можно будет носить очень долгое время. Можно носить дома, можно носить на улице. Платье с поясом на запах, также с акцентом на талию, с очень красивым декольте. И, конечно же, натуральным составом, что тоже не может не радовать. Теперь также подборка из нескольких оверсайз футболок. Платье-футболки. То есть это не просто футболки большого размера. Это именно платье-футболки, которые в зависимости от ваших целей, от вашей фигуры, можно носить, как я и говорила, с леггинсами или без леггинсов. Например, просто с носками или просто с босыми ногами. В том случае, если для вас это будет комфортно. В основном в моей подборке темные цвета. Вот такая черная футболка с надписью на спине. Для тех, кто любит более спортивный стиль. Супер объемная оверсайз бежевая футболка. Очень длинная, то есть ее легко можно носить, например, без леггинсов. Также платье-футболка длинное, трикотажное для размера плюс сайз в черном цвете. И еще несколько платьев-футболок. Здесь у нас разный вырез. Есть вырез повыше под горло, есть более глубокий округлый вырез. Тут это скорее зависит от вашего типа телосложения, что вы будете выбирать для себя. И не сказала в начальной части, но скажу сейчас, что помимо футболок можно еще и носить толстовки. Платье-толстовки удлиненные. Я вообще обожаю вот эту концепцию. И очень часто ее использую и в принципе в жизни с удлиненным таким худи и леггинсами. Например, когда я иду в спортзал и я могу и так носить удлиненные толстовки. Здесь в моей подборке тоже есть несколько таких вариантов. Вот удлиненная толстовка платья-худи в черном цвете с капюшоном. Также черное удлиненное платье с кулиской понизу. И тот и тот вариант отлично впишется. И, например, как раз когда немножко холодно дома, то это вам точно подойдет. Дальше небольшая подборка леггинсов. Хотя, например, на сайте Asos, с которого я подбирала вещи, там в принципе их очень много. Я выбрала именно те, которые из трикотажного хлопка. То есть про то, что я говорила, да, в них нет эластана. Это не леггинсы для спорта. Это как раз для комфортного использования в домашних, например, условиях. И что мне еще понравилось, то, что там есть леггинсы и на стандартную фигуру, и на плюс сайз. И также прекрасный просто вариант для беременных. И мне даже понравилось, в принципе, как они сделали вот этот комплект с белой футболкой. То есть высокие леггинсы, которые прикрывают живот. И сверху белая футболка. Очень минималистично, чисто и хорошо. Теперь несколько пижам. Мне очень понравились вот эти два варианта. Это в черном и в белом цвете пижама шелкового типа кимоно, у которой идет пояс на талии. Также прекрасно подойдет девушкам, которым желательно акцентировать талию. То есть тем, у кого она, в принципе, есть. Еще один вариант. Это фланелевая пижама в клетку. Очень красиво смотрится. И это пижама Томми Хилфигер. Видите, там есть сверху на поясе надпись бренда. И очень красивый такой глубокий цвет. Синий с бирюзовым. Совершенно универсальная классическая палитра. Как я и говорила, что если вы выбираете принты, то пускай они будут классическими. То есть это то, что не будет надоедать и то, что никогда не выйдет из моды. Еще вот такая шелковая пижама без акцента на талии. Просто с прямой рубашкой для прямого типа фигуры этот вариант подойдет. Ну и, конечно, если вы очень стройная, то также можно дома носить и пижамы не только с брюками, но и с короткими шортами. Масса тоже есть вариантов на Asos. Мне очень понравился вот этот вариант с горошком. Горошек, точнее. Смотрится очаровательно. Вот такая подборка получилась у меня сегодня. Мне очень интересно, как вы обычно одеваетесь дома. Напишите мне в комментариях, используете ли вы какую-либо из формул, про которые я вам сегодня говорила. И, наверное, последнее, о чем стоит сказать, это то, что однозначно, что бы вы дома ни носили, даже если это будет просто всегда леггинсы и футбол, самое главное требование к вашим вещам, помимо комфорта, это, конечно же, чтобы они были аккуратными и опрятными. То есть совершенно точно не годится для дома история с вытянутыми, заношенными свитерами, с какими-то вещами, у которых уже не выводятся пятна, или с вещами, которые требуют ремонта. Я думаю, что надо все-таки себя больше любить и больше уважать для того, чтобы и дома носить тоже чистую, свежую, красивую и стильную одежду. Ну что ж, всем желаю хорошо провести время в карантине, не болеть, будьте красивыми, продуктивными. И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok